Всем привет! Меня зовут Алена и спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. И в этом видео я хотела бы поговорить о своих покупках из Алиэкспресс. Но нет, это будет не Амсор и не лучшее из Алиэкспресс. Это будет что-то абсолютно противоположное. Сегодня поговорим о тех товарах, которые точно не стоят вашего внимания и своих денег. Это то, что я точно вам не посоветую и то, что мне фактически разочаровалось. А сегодня мы поговорим о худших покупках из Алиэкспресс. Итак, давайте начнем с самого главного. Одежда. В одних из первых видео я рассказывала о вот таких вот свитерочках. И даже опустим тот факт, что практически все вещи с Али отвратительно пахнут. Их сразу же нужно стирать, а то и два раза. Я не знаю, то есть на модели это выглядело красиво. Все вроде бы ничего. И цвет яркий, и вязка красивая, и оригинальная. Но фасон. Здесь что-то странное происходит с рукавами. Они точно не три четверти. Они какие-то широкие и в конце зауженные. И причем по длине они не достают даже до ладошки. То есть я не знаю, может это рассчитано, чтобы их вот так вот подкатывать. Но еще один вопрос возникает сразу. Вот эта вот горловина. Она здесь очень широкая. То есть если бы это был летний какой-то сарафан, платье или даже футболка, ничего, без проблем. Но так как это свитер, который носят зимой, когда у вас голые плечи, а на улице минус 20, это выглядит очень странно. И еще такое замечание. Китайцы очень любят писать в описании о составе не совсем правдоподобные вещи. То есть иногда они пишут 20% шерсть, 80% хлопка и так далее. Но на самом деле, мне во всяком случае всегда приходят акрилы. Причем они самого лучшего качества. При этом кожа не дышит. То есть немножко будет странно звучать, но вы в нем потеете. Да, и если что, дайзиками пользуюсь. Еще один свитер, который в принципе понравился мне больше. Он тоже полиэстровый. Вот такой вот. Сейчас я покажу. Вот он. Такой двухцветный. Здесь нитки будут немножко потоньше. И честно говоря, даже можно предположить, что здесь процентов 5 есть. Все-таки хлопка. Но все дело опять же в фасоне. Опять непонятная длина рукава. Непонятно, что это. Три четверти. Но это точно не полный рукав. И вообще странная длина свитера. Он не прикрывает поясницу, а как бы расширяется. И такое чувство, что вы надели наволочку с прорезами для рук. По поводу цены. Там они не дешевые. Мне кажется, такие же акриловые синтетические свитера можно купить у нас в Киеве. Приблизительно по той же цене. Но в любом случае, вы будете знать, за что вы платите. Видеть это, щупать это и мерить. Еще одно мое разочарование. Это вот такая вот сумка. Вот она. И я уже представляла, с чем я буду носить ее летом. Она мне идеально походила по цветам. В общем, на вид она очень классная. Но вся беда в ручках. Вот видите, у меня тут уже такие конкретные дырки. И здесь уже отрывается. Я вот честно скажу, я ее даже не вынесла ни один сезон. То есть у меня она продержалась два месяца. Все. Следующее, что бы не советовала вам покупать, это вот такие вот органайзеры для белья. Сразу не пугайтесь. Это если что, у меня носки здесь чистенькие сложены. У меня есть еще такой же органайзер в голубом цвете для нижнего белья. Но я решила, что этичнее будет показать все-таки носочки. Что здесь плохо? Он абсолютно не держит форму. То есть вот здесь все завалено. Оно помято. Оно вообще непонятно какой формы. Изначально это был квадрат, если что. Вот эти вот боковые стенки сделаны из какого-то картона. Но он, естественно, уже 10 раз погнулся. Ну, просто лежит у меня, потому что жалко выбросить. Вы знаете, насколько я обожаю косметику с Алей. Сколько мне в этом видео макияжей и так далее. Очень люблю и уважаю. Как минимум за соотношение цена и качество. Но туши для лесниц. У меня их уже две и все они отвратительные. Они полупустые. Они подсохшие. Они ничего не делают. Они иногда осыпаются. В общем, это какое-то недоразумение. Я понимаю, что за доллар или за два нормальной туши не будет. Но хотя бы минимальную сносную тушь можно было бы и сделать. Еще одно разочарование. Это вот такие вот ресницы. Мне кажется, у всех они есть. Они пятикопеечные. Вот у меня тут они в рассыпушку. Все дело в том, что у них вот эта вот часть, на которой прикреплены волосинки, очень жесткая. В общем, это не проклеивается нормально. Внутренние и внешние кончики постоянно отстают от века. Их невозможно нормально проклеить. В общем, не пользуюсь, а режу их на маленькие пучки. И раз в году клею на внешние уголки. Дальше не советую вам покупать вот такую вот бижутерию, которая с крупными камнями. Как бы она дорого не стоила, как бы качественно это не выглядело, все равно со временем они отпадают. Что касается в общем бижутерии, иногда выпадаются нормальные. Но не стоит рассчитывать, что она у вас там будет на века. И вы еще по наследству передадите ее своим детям. Дело в том, что она имеет свойство чернеть или окисляться. Если вы берете серебро на али, там тоже оно не чистое серебро. Это просто бижутерия с напылением из серебра, которая тоже иногда стирается. И в итоге у вас получается обычная бижутерия. Дальше из косметики я бы вам не рекомендовала брать блески, которые именно подделки на известные бренды. Потому что китайцы их делают не очень хорошо. Они или не пигментированные, или плохо пахнут, или полосят, или не стойкие. Вот сколько я брала реплик на известные бренды, они всегда меня разочаровывали. Лучше за эти деньги взять тот же блеск, но их какой-то неизвестной фирмой, там с китайским названием иероглифом. Кстати, такой блеск, честно мне, это неизвестная какая-то фирма, но она очень крутая. Я уже накупила штук 8 этих оттенков блесков и очень ими довольна. Стоят они дешевле, чем вот эти вот подделки и качество в 100 раз лучше. Также я бы вам не советовала брать наборы кистей для макияжа, потому что в набор китайцы складывают все те кисти, которые или не продаются, или вообще какие-то нефункциональные. Очень много повторов. То есть в наборе из 12 штук 4 вам попадется абсолютно одинаково, только сразу, например, длиной ворса или ножкой кисти. Я бы советовала вам брать или маленькие наборы, по 3-5 кисточек, или вообще лучше поштучно. То есть только определенно те кисти, которых вам не хватает в вашей коллекции, а не брать оптом целую пачку кистей, вот такую вот, из которых, по сути, вы только будете пользоваться двумя. На этом все. Надеюсь, это видео было вам полезно. Пишите мне в комментариях, чтобы вы не советовали мне покупать на Алиэкспресс. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Можете переходить по вот этим вот ссылочкам и посмотреть еще больше видео на тематику Алиэкспресс. Спасибо вам еще раз огромное за внимание, а я вас всех целую. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok